Подождите, вы что, в эгоистку ездили? Да, она меня сходила, первый раз увидела мальчика. Так, приватный танец заказывали? Три тополи на плющихах? Три девицы под окном ездили в эгоистку. Ну и как там? Оторвались? А я не смогла. Я в следующую субботу, конечно, готова. Договорились, замётано всё. Едем в эгоистку. Едем, чтобы нас только потом нашёл. Не будут вас разбирать, я всё по-тихому сниму, чтобы никто ничего не узнал. Пока, сик. Витюшенька, здравствуй, рыбка моя ненаглядная. Как долго я тебя ждала, мой солнышко. Ты опять, как всегда, на оленях. Ну скажи, понедельник, приход, шоу Бородина против Бузовой, к кому? Брянской не надо, она к Шароварову с дым брела. Ну будем бороться за их сердце. Ты к ней всё-таки? Конечно, и Саймон к ней. И Саймон к ней? Саймон, тебе что, делать нечего? Ты к Брянской идёшь? Зачем она тебе нужна? Дома с кукуню завязана. Завязывайте. Разъебите, пожалуйста. Я быстро вот эти вопросы решаю. Я уже сколько тебе... Блин, у меня лицо, конечно. А что-то ты под пушик какой-то. Саймон выбывает. Саймон не идёт на приход. Не выдерживает. Остаётся Витя. Валерочка, я утром снимала сториз с Любой. Она сказала, что она ради тебя уходит с проекта. А ты приходишь к кому на проект? Объясни мне, пожалуйста. Любовь Дробкова. Кто такая Люба? Я не понял. Почему кто-то уходит и туда приходит? Что происходит вообще? Саймон Марданшин – это Любовь Дробкова, которая сожительствовала на островах с Валерием Блюминкранцем. Две недели он говорил, ты моя любимая, я очень тебя сильно люблю. Она должна проявить себя, добиваться. Анечка Брянская, я поздравляю тебя. У тебя уже 300 тысяч подписчиков. Ну а мне досталась дырка от Бублика или Нолик от тебя. Пока-си-ки. Юлечка, вот смотри, Мандезир отпрашивается в магазин, говорит, выпивку надо купить. Я ему говорю, прекращай бухать. Поговори с ней, потому что, не знаю, власит у кого-то. Я тебя не отпускаю. Юлька, не бухай ты, ты не бухай. Пока-си-ки. Ванечка, мы с Сереженькой по традиции передаем тебе огромный привет. Прекращай нести хрень. Вань, где мои деньги, которые ты мне обещал, миллион рублей? Вань, верни, пожалуйста, Сереге деньги, потому что ты говоришь, что он тебя занимает. А по факту ты у него занимаешь. Нет, он сказал, если я вместо него пойду на дом 2, он мне миллион. Он тебе поспорили на миллион? Не позорится, Ванечка. Так ты уже на 2 миллиона у него натикала. Ваня, возвращай деньги по-добренькому и прекращай понтоваться, что ты миллионер. Ни хера ты не миллионер, по-катси-ки. Илюшенька, позже, позже, Гриша, позже. Подожди, Гриша, ему некогда. Илюшенька, посмотри, какой потрясающий фильтр от Юлечки Ефременковой. Да, Юлечке Ефременковой огромный привет. Сегодня я презентую новую песню. Называется «Я несу тебе цветы». Автор Михаил Кармаш. Вот, все будет на высшем уровне. Кто допустил, чтобы ты пел на шоу Бородина против Гузова? Ну, во-первых, продюсер, потому что я с ней на короткой ноге. Это Татьяна Светлова. Я была категорически против. Ну, вот, пока ты против, ты работаешь редактором. Правильно, Илюшенька, потому что я против всего вот этого вот балагана-лимита. Прекращайте мне вот эти домовские истории, пока сики. Илюшенька, говорят, Аленка простила в очередной раз Макеева и дала ему 25-й шанс. Это правда? Да нет, конечно. А ты, говорят, поругался с голубью. Это все... Правильно, молодец, все вранье. Это просто сценарий, сейчас по сценарию надо отработать. Да, по сценарию надо отработать, деньги получить и пока сики. А потом сольем. Да. Мандезир, говорят, Юля скоро опять улетает на острова, а ты категорически отказываешься. Чего, да, улыбаешься, рад, доволен, что ты остаешься... Конечно, я хочу, чтобы она оставалась здесь. Да, но ты не летишь на острова, правильно? Правильно. Молодец, нечего там делать. Молодец, все, пока сики. Феденька, говорят, Саймон возвращается на проект и идет к Анастасии Сацевят. Как ты это переживешь? Блядь, я только за... Как ты это допустил? Я за возвращение Сэма. Прекращайте материться у меня в сториз. Блядь, почему это, блядь? Слушай, что это за фильтр такой? Только ощущение, что у меня пластика носа сделана. Да, потрясающе, фильтр это от Юлечки Ефременковой. У меня почему-то нос не уменьшается, красивый фильтр. Ну так говори, ты за или не за, ты кеном стал точно. Тебе осталось еще ребра удалить? 53 пластические операции он перенес. Очень-очень, глаза у тебя красивые стали. Я тебе на тебя легла, тебе даже дышать тяжело стало. Ну и поехали, да. Речи, движение, раз, два, три. Прекращай, Федь, ну успокойся. Юлечка, несмотря на то, что я сижу на коленях у твоего молодого человека, и ты ни о чем не говоришь. Мы просто по-добренькому хотим передать тебе привет. Вот эта клумба рядом тоже надоела. Пока, Сигей. Есть все постоянно. Да, все, целуем, пока. Друзья, а я напоминаю, кто хочет попасть на телепроект Дом-2, кто мечтает стать участником Дома-2, пишите Надежде Ермаковой, и у вас обязательно все получится. Аленочка Алимова, есть подозрение, что ты оставила у нас свои очки. Рыбка моя, они тебя дождут до следующего эфира. По-моему, это твои очки, насколько я помню. Пока, Сигей. Ашотик, еще один день прошел. Ты учишь узбекский язык? Хочешь быть моим другом? Рахмат. Рахмат, Мархамат, Калей Сан, Калей Сыс, Ишлияхшимы, Зормы. Прекращай материться, пока. Ашотик, скажи, пожалуйста, ты помнишь, что такое Ленин? Вождь. Молодец. Так вот, я тебе рассказываю стих на узбекском языке. Укыжда и жда, Быр курили жда, Байрамыс ол гя, Ленин юлидан. Подождите, вы мне надо... Посмотрите на эти клумбы, посмотрите. Клумбы мои ненаглядные. Куда вы побежали? Я женщина престарелого возраста. Я не догоню вас, скоты. Пошли, пожалуйста, не выпускают опять. А, вас не выпустят, потому что я приказала. Пока.